наращивают производством те атакуют у нас недополучение оружия я нас не хватает ребят о чем это говорит и они измождают как я уже сказал нашу значит нашу инфраструктуру они нас измождают этими ночными атаками они раскалывают украинскими ножки изнутри это же комплекс мер они подкупают политиков на западе санкции не работают давай фото признаем той мере в которой они должны были бы работать но не может страна агрессор получать от нефти и газа 600 миллиардов долларов это исключено конечно когда у тебя есть бабки ты воюешь дальше это значит что если мы просто гнируем в таком состоянии когда вот мы стоим мышь не продвигаемся вперед контр наступление нам не удалось к сожалению если это продлится дальше значит запад скажет о чем они уже говорят что ребята но вы видите у вас не получается контр наступление денег вам давать больше мы не можем в таком объеме потому что нас не поймут наши налогоплательщики запад очень прагматичный и циничный и это надо понимать если бы у вас удалось контр наступление мы бы могли объяснить нашему населению что нашим гражданам что вот ведь и мы дали оружие они продвинулись выбивают россиян но этого же не происходит оружие больше давать в таком объеме было мне можем идите договаривайтесь с русским это я смотрю вперед я не утверждаю что так будет но я понимаю что так может быть идите договаривайтесь с русскими скажет запад да под наши эгиды а нато да какой на то евросоюз да какой евросоюз они что извините горят нас принять желанием туда я слышу только разговоры пока я же мы же на майдан выходили в тринадцатом четырнадцатом году за европейскую ассоциацию извините это где же на на же мы еще того не получили поэтому на фоне того что запад не горит желанием нас принимать никуда на фоне того что запад хочет опять торговать с россией но это деньги они нам могут сказать могут сказать о чем пишет западные издания бильд например и другие о чем говорят западные послы ну ребята давайте уже говорить западные ослы что вы все равно закончите переговоры так к чему и а что будет на этих переговорах где украина сегодня выглядит не совсем не то что не совсем не сильной позиции даже нет сильной позиции конечно конечно что будет что они нам скажут они нам опять скажут отказ от нато и с и значит и где мы стоим они это не скрывают там россия а где вы стоите там украина верить им опять таки нельзя все то же самое так возникает вопрос тогда к давиду арахами а что тогда чем вы тогда с ними пытались договориться и прошло вот столько времени когда состоятся эти переговоры если они конечно состоятся прошло столько времени такие потери страшные и так далее так те условия лучше чем эти условия или хуже вот вопрос всем долбай вам чать который против перемирия желая побывать свои туши на войне и передумать а ты там был да на войне уже не понятное дело сделалось и дело страшное война это пиздец многие люди которые возможно попали на фронт начинали думать иначе уже после того что они там увидели безусловно это страшная хуйня но ты сейчас говоришь о перемирии с кем с путиным с этим пиздецом что есть в россии перемирие с россией до после того что произошло ты понимаешь людям ты не так как ты не переведишь людей в украине которые живут ты не можешь им сказать так все мы мирные теперь мы добрые живем дальше как есть люди будут ненавидеть друг друга на протяжении я не знаю десятилетия наверное теперь украинцы и русские мирно жить не будут ну я имею ввиду да война может и закончится но страны соседи друг с другом да которые граничат друг с другом будут жить я не знаю в каком напряжении ебанешься и поэтому есть вероятность что все равно война начнется снова ну там спустя какое-то время особенно когда россии удастся нарастить свои силы да и так далее и тому подобное потом придумают еще какие-то причины потому что ну когда у тебя под боком страна с которой тебя была война и где люди настроены негативно что может произойти и вот они будут этим оправдывать очередную свою агрессию это первое второе это уже если говорить про саму россию да что в россии будет вот как люди в россии будет жить дальше потому что это перемирие не спасет россию от санкций да то есть вряд ли вот возьмут и снимут скажут ну хорошо ладно это ваша территория мы их признаем но я не думаю что территории признают вряд ли только если украина скажет ладно реально это пусть россия остается это их теперь мы это признаем только так на я не знаю просто вот и соответственно если говорить про людей в россии кто возможно сейчас будет радоваться ура блять там мы победили до чего нахуй победили долбоебы ваша жизнь даже если у пиздюк я не знаю сколько путин еще протянет сколько лет ну предположим 30 она ну явно не будет хороший классный блять той какой вы ее ждете или ожидаете после этой так называемой блять победы но жизнь будет хуйня жизнь при путине хуета братан рано или поздно надеюсь это поймут и те кто сейчас топит за всю эту хуйню и поддерживает они должны это понять пройдет там ну 10 лет можно начнут на себе что-то ощущать я хуево знает что еще должно произойти но тем не менее вы сами прекрасно видите что в россии происходит там за последние два года какие законы принимают поправки и так далее у меня аж камера блять засветиться начала все эти ограничения от этого посадили того посадили этого за слова того вообще хуй знает за что блять просто так вот ну это же пиздец пиздец то есть в россии тоже нихуя не поменяется это тоже плохо вообще-то вот короче хуйня для всех абсолютно ты видишь что всем похуй на санкции все живут в вакууме санкции работают немного иначе понятное дело что последствия этих санкций ожидать там в ближайший год-два глупо как бы я конечно не знаю но я предполагаю что для того чтобы все эти санкции начали оказывать какое-то влияние и результат нужны годы 5 10 лет блять может быть я не знаю одного года даже двух лет но это мало узнает а так да конечно они ищут обходные пути но там в россии соответственно да импорт экспорт блять теневой и так далее все это вроде идет работает ну окей что я могу сказать блять будто бы когда они эти санкции вводили они не понимали как это работает блять или как это будет работать хуй знает так что вариант очень хуёвый для всех и для тех кто в россии живет кто за это все блять зачем-то топит поддерживать все это я не знаю зачем это делать ребят ну по факту если уж так-то говорить ваннар делать нехуй но вам и жить при этой власти блять который вот так вот с нихуя начинает войну кошмарит людей убивает и своих в том числе чисто бандиты в кремле сидят они рады блять они это поддерживают им заебись а людям-то как жить потом сейчас вон в европу хуй поедешь не можно конечно но стало намного сложнее вот с этим реально есть проблема пуша вот как раз таки простой народ посасывает немножко это там сидят им похуй а люди если раньше могли спокойно пойти получить визу шенгенскую в любую страну сейчас уже сука блять хуй ты чё получишь туда можно туда а вот туда нельзя и туда нельзя и туда нельзя ну понятное дело для этих долбоёбов им чё это европа блять они в геленджик поедут им похуй им внушили шо запад хуйня все там делать нечего ну и все значит и правда делать там нечего окей там же это лгбт да соответственно ну все пиздец будем жить с впнами с этими какими-то там обходными путями что-то покупать где-то да через турецкие регионы блять вот это вообще супер жизнь с кайфом понятное дело все это мелочи жизни сравнение с тем что происходит на фронте ерунда полная но жить с этим постоянно всю жизнь мне кажется блять пиздец тоже не очень приятно согласитесь так что нато опять же да это уже евросоюз мне кажется если бы хотели бы украину в нато взять то уже бы все это и сделали по крайней мере было бы какое-то движение а пока что-то я вообще нихуя не вижу они только опять же губами это говорят как и губами поддержат вооружением также губами в нато принимают и в евросоюз сколько блять уже 8 лет этой хуйней занимаются все не могут ну что за пиздец блять вон финляндия захотела и швеция так сколько им там времени потребовалось не я понимаю что в украине все немного сложнее там надо от этого то избавиться законы какие-то там свои там сделать чтобы это все там соответствовало требованиям но тем не менее они не воюют еблан это реально веришь то что если война закончится то сразу же да вот прям на следующий день хорошо ждем тогда хорошо ладно короче я его рот ебал ребят поэтому я ничего не предлагаю я не знаю я считаю что должен решать украинский народ как быть им и что делать если они примут решение что ладно отдаем территории живем дальше без войны ну ладно хорошо раз так захотели окей уж точно не мне решать чем делать блять ну серьезно небольшой защиту есть хочу сказать что я живу в стране есть сам большой инфляции уровень жизни конкретно упал но при этом все равно отдаем много денег на помощь украине сколько можем гримин за свою страну помощь помощью но мы сами в жопе ковид плюс война пизда экономики у нас активно продвигает мысли что проигрыш украины равно пизда нам еще за страна такая ну да и плюс для рф это я не знаю ведь победы тяжело назвать типа но если это победа ok победа россии в этой войне это для них как бы они короче для америки для запада это естественно плохо уж америка потеряет свое очко вот а для россии это плюс очко плане какого-то пирового влияния предлагаю полностью отдать все территории на земле россии ну чисто на будущее чтобы ну точно уже потом войны не начинались ну так то если по такой логике до судить смотреть ребят дать просто нах сразу а я америку отдадим ну мало ли ну чтобы путину там еще в голову не пришло что-то до начать просто все сразу отдать и все не а чё блять ну чтоб люди не погибали ёпта блять чем мелочится мало ли ну да ну заранусь на всяк ну ладно все